Прямо сейчас, как и обещали в нашей студии гость, у нас в гостях министр природных ресурсов и экологии Красноярского края Елена Вавиловна. Доброй ночи, спасибо, что пришли в это время. Но скажи, пожалуйста, на этой неделе весь город обсуждал одну простую тему. Чем пахнет в Красноярске, чем пахнет в Советском районе? Вы-то запах не чувствовали, потому что были в Москве, но тем не менее, вот все равно же знаете об этих проблемах. Возможно ли как-то людям ответить на этот вопрос? Чем пахнет и когда пахнет, перестанет? Безусловно, я могу ответить, несмотря на то, что я действительно была в командировке в Москве, но сотрудники службы по контролю среди природопользования были на своих местах и проводили внеплановые рейды. Не только в дневное время, но и в выходные дни, и даже в ночное время. Что касается той ситуации, на которую обратили жители края свое внимание 30-го числа, то здесь сразу могу сказать, что в первой половине дня инспектора службы выехали на место свалки, где были в том числе и резиновые покрышки, и промышленные отходы, и твердые бытовые отходы, и так далее. И выехали вместе с передвижной лабораторией атмосфера и взяли пробы воздуха для того, чтобы определить, что же это такое. И не только визуально, но чтобы сразу был, соответственно, результат. При этом пробы воздуха, несмотря на то, что видимость была задымления, запах и так далее, он не показал критичных превышений и вообще превышений серьезных загрязняющих веществ. Дело в том, что сразу по результатам, поскольку этот объект все-таки был обнаружен, благодаря активности граждан было выписано предписание районной администрации города, для того, чтобы эту свалку несанкционированных отходов убрали. И это безобразие было прекращено. Соответственно, я ожидаю, что в ближайшее время районные власти города Красноярска, соответствующего района, откликнутся и свои прямые обязанности выполнят в этом смысле. И, пожалуйста, а насколько вообще в Красноярском крае существует, особенно в городе Красноярске, система мониторинга окружающей среды? Насколько оперативно получается информация? Получаете и вы информацию в том числе? Потому что каждый раз ходят слухи о том, что система замеряет не в тот момент, когда запах есть. Вот такие разговоры идут постоянно. Насколько работающая система сейчас существует в нашем городе? Я хочу совершенно ответственно заявить всем красноярцам, что городу Красноярску в смысле постов мониторинга, которые следят за качеством атмосферного воздуха, повезло. Почему? Потому что существует сеть из восьми постов гидромета. Это территориальная государственная сеть, которая снимает показания. Она снимает показания четыре раза в сутки. Это в семь утра, это час, это 19 часов и час ночи. Ну, точнее, 13, 19 и час ночи. Существует в городе Красноярске непосредственно в самом городе три поста. Это уже территориальные наблюдательные сети, которые мы создали, начиная с 2008 года, в дополнении к гидрометовской сети. Эти три поста, они находятся, соответственно, краевые уже дополнительно в советском районе. Если федеральный находится на улице Тельмана, то из краевой системы пост находится на улице Матозалки. Это в советском районе. Дополнительно наш пост находится в Солнечном и пост находится в Черемушках. Дальше в Кубеково и в Березовке. Это краевые посты, вот как бы сеть в городе Красноярске. Соответственно, краевые посты, они более современные в этом смысле. И там они оснащены автоматическими газоанализаторами. Что это означает? Это означает, что в онлайн-режиме по каналу сотовой связи эти данные с наших постов сразу поступают в наш мониторинговый центр. И, соответственно, мы эту информацию видим мгновенно. Причем те граждане, которые знают о нашем мониторинговом центре, мы об этом неоднократно говорили, даже я здесь в этой студии, есть контакты и данные о нем на обновленном сайте Министерства природных ресурсов и экологии. Это эколог жиру. Соответственно, те данные стекаются туда, и там любой гражданин, зайдя на этот сайт, может увидеть в ежедневном режиме, какая ситуация в области атмосферного воздуха в городе Красноярске. И сразу может увидеть, есть превышение предельно допустимых выбросов, либо нет превышения. Причем он это может увидеть как в ежедневном, так и в месячном режиме, эту всю аналитику и так далее. И что перебью, я сейчас попрошу выдать титр, на котором указаны номера телефонов, по которым любой желающий, красноярец, в случае, если он почувствовал какой-то запах, может звонить. 211-36-11, это круглосуточный автоответчик. Не пугайтесь машины, оставляйте сообщение на следующее утро, насколько я понимаю, информацию обрабатывают. И 211-35-10, горячая линия, в рабочие дни, в рабочее время тоже звоните и оставляйте информацию. И, Владимир Владимирович, заключительный вопрос. По поводу запаха, красноярцы очень часто жалуются, что вот запахло чем-то, тут же заболела голова. Насколько вот этот ощутимый запах опасен для здоровья? Специалисты, эксперты, экологи, которые работают в нашем министерстве, которые работают в Роспотребнадзоре, в Росприроднадзоре, Службе по контролю средств и природопользованию, они говорят в один голос о том, что самые серьезные вещества, они не имеют ни цвета, ни запаха, которые на самом деле оказывают самое серьезное влияние на окружающую среду и непосредственно на здоровье населения. Здесь я хотела бы жителям города Красноярска посоветовать, что дополнительно. Если есть вот такое опасение, что есть непосредственная связь у них с тем, что они увидели дымку, почувствовали запах, и с ухудшением здоровья они могут сделать соответствующий запрос в Роспотребнадзор. То есть в ту структуру федеральную, которая имеет соответствующую лабораторию, и которая как раз и призвана к тому, чтобы определить вот эту зависимость между теми веществами, которые зафиксированы, и непосредственным влиянием на здоровье жителя, обыкновенного человека. Это их задача. Сеть гидромета, наша территориальная сеть, ее призвание, прежде всего ее функциональное назначение, определять влияние на окружающую среду. Безусловно, мы живем в этой окружающей среде. Но вместе с тем, более точную вот эту ситуацию могут сказать федеральные санитары. Это в том числе их задача прямая. Поэтому здесь, безусловно, мы работаем в помощь Роспотребнадзору. При этом та информация, которая стекается и обрабатывается аналитически в нашем мониторинговом центре, она также в онлайн-режиме направляется сразу в Роспотребнадзор, в Росприроднадзор и, соответственно, в природоохранную прокуратуру. Потому что здесь мы работаем все совместно, выполняя каждые свои задачи в своем направлении. Я сразу хочу оговориться, что, получая эту информацию, сразу нужно смотреть, о каких предприятиях идет речь. В данном случае крупные предприятия, которые работают на территории города, на 90% это зона контроля федеральной структуры Росприроднадзора. Те, кто мелкие асфальтовые заводы, вот эти несанкционированные свалки, мелкие котельные и так далее, это функционал и задача контроля, заслуживая по контролю в сфере природопользования. То есть здесь вот таким образом распределены полномочия. Но мы на себя взяли задачу информировать всех, чтобы, если у нас есть такая возможность, мы информируем все заинтересованные, уполномоченные в этом структуре. Еще я отвечу, может быть, на ожидаемый здесь вопрос, который задавался буквально неделю-две назад о том, что происходит в промзоне города Красноярска, в Кубековской, восточной промзоне. Потому что там тоже граждане Красноярска заметили запах, соответственно, дымка и прочее. Служба по контролю сделала внеплановые рейдовые мероприятия. Вообще, Анна, в течение 2013 года их было сделано порядка 800 этих внеплановых рейдовых мероприятий. И они в советском районе и в промзоне прошли тотально все совместно с представителями природоохранной прокуратуры. И было выявлено, начиная с августа по сегодняшний день, 6 асфальтобетонных установок, которые на самом деле и загрязняли воздух. Соответственно, возбуждены административные производства. И, соответственно, если эти предприятия не докажут, что у них есть разрешительная документация, они будут все... Конечно, деятельность будет приостановлена. Я уже хочу сказать, что вот по предписаниям службы 36 мест несанкционированных образований и отходов по предписаниям службы районными администрациями города Красноярска были ликвидированы. То есть это очень такие показатели. Спасибо вам большое, Илья Владимировна, за то, что пришли к нам в студию. После рекламы мы напомним еще раз телефону, по которому можно круглосуточно звонить и оставлять ваши комментарии. Не задумывайтесь, краевая, не краевая, федеральная. Звоните, и вам там подскажут. Прямо сейчас короткий анонс рекламы, а после мы продолжим. Оставайтесь с нами.